О главных событиях вторника далее в информационном проекте «Наше время». Здравствуйте! Сегодня важно знать о таком. Украину ждут в НАТО. Победив российского агрессора, Киев преодолеет последний барьер, и у стран Альянса больше не будет аргументов против. Как только у нас будет политическое согласие, мы принимаем решение, и вы сразу же присоединяйтесь к НАТО. Россия нарушает правила войны и продолжает террор мирного населения. Путинская армия атаковала Одессу кассетным боеприпасом. Последствия циничного удара. Это очередной террористический удар по гражданской инфраструктуре. ВСУ удерживают и расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Украинские пограничники закрепились на левом берегу Днепра и с боями продвигаются вглубь стратегического участка фронта. Королевский визит. В Украину приехала герцогиня Айенбургская Софи. Она встретилась с президентом Зеленским, а также посетила мемориал жертвам российской оккупации в Буче. Документирование преступлений чрезвычайно важно, и мне было очень приятно видеть, какая здесь проведена работа. Для вступления в НАТО Украине необходимо победить российского агрессора. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на совместной встрече с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и украинскими офицерами. По мнению Зеленского, Украина не сможет присоединиться к НАТО во время войны. Это связано с тем, что некоторые члены блока видят в этом большие риски. Безусловно, уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну относительно совместимости и уровня военных, никто не будет поднимать вопрос. Безусловно, это вы и ваши побратимы на фронте, высокого уровня специалисты в разных направлениях. Как только у нас будет политическое согласие, мы принимаем решение и вы сразу же присоединяетесь к НАТО. В то же самое время вас нужно приближать к НАТО. Мне жаль, что мы не можем двигаться быстрее. Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной помощи Украине, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Документ направлен на поддержку независимости, суверенитета и безопасности гражданского населения, а также гуманитарной помощи и восстановления Украины. В Рикявике отметили, что международная правовая система, на которой основывается безопасность и уровень жизни региона, находится под большой угрозой из-за военной агрессии России. Поэтому мы должны внести решительный и конкретный вклад в защиту Украины. Я особенно благодарна за большой межполитический консенсус, который был достигнут в парламенте по этому чрезвычайно важному вопросу. Решительная поддержка Украины – самый важный вопрос безопасности, стоящий перед Исландией и Европой. Россия сегодня утром сбросила на Харьков три авиабомбы. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура города, рассказал глава областной военной администрации Олег Сенегубов. По данным властей, вследствие удара один человек погиб, еще девять получили ранения. Четверых из них госпитализировали со взрывными травмами. Два попадания было по Киевскому району, по гаражному кооперативу. Третье попадание было по Холодногорскому району, по территории гражданско-транспортного предприятия. Там есть погибшие и раненые. На территории гаражного кооператива более 50 гаражей разрушено. В Холодногорском районе здание было существенно повреждено из-за попадания. В ООН подтвердили удар России по Харькову ракетой из КНДР. Обломки боеприпаса, найденные после атаки российских оккупантов 2 января, имеют северокорейское происхождение. Это была баллистическая ракета серии Хвасон-18, говорится в отчете группы по наблюдению за санкциями. Эксперты ООН подтвердили, что Пхеньян нарушает эмбарго на поставке оружия в КНДР и из нее. До 5 человек увеличилось количество жертв после очередной атаки России по Одессе. Более 30 получили ранения. Удар по городу был нанесен ближе к вечеру понедельника ракетой с кассетным боезарядом. По данным областной военной администрации, в больницах остается 17 пострадавших. 8 из них в тяжелом, 4 в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. В области объявлен день траура. Офис генерального прокурора Украины опубликовал момент удара по Одессе, который российские войска нанесли вечером 29 апреля. По данным правоохранителей, для атаки прибрежной зоны Российская Федерация применила баллистическую ракету «Искандер» с кассетным боезарядом. Радиус поражения – полтора километра. Это очередной террористический удар по гражданской инфраструктуре. Удар ракетным вооружением. По отверстиям в стенах можно сделать предварительный вывод, что использовались боеприпасы для уничтожения живой силы. Это очередной циничный удар по набережной нашего города. Вследствие атаки была повреждена гражданская инфраструктура. Жилые дома и спортивные сооружения спасатели несколько часов после удара ликвидировали последствия. В момент удара на набережной находилось много гражданских. Ранения получили более 30 мирных жителей. Пять человек погибли от множественных осколочных ранений. По состоянию на утро вторника, 30 апреля, в медучреждениях Одессы остаются 17 пострадавших вследствие атаки Российской Федерации. Среди них один ребенок. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое. В Совете Европы начинают подготовку к созданию спецтрибунала для России за военные преступления. Комитет министров поручил генеральному секретарю подготовить документы, которые потенциально могут привести к заключению с Украиной соглашения о создании международного суда. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Это важное решение поручает генеральному секретарю Совета Европы подготовить необходимые документы для содействия консультациям в ключевой группе по вопросам трибунала и потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о его фактическом создании. Это важный практический шаг на пути к созданию трибунала. Каждый такой шаг приближает нас к доказательству неотвратимости наказания за преступления агрессии против Украины. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В соцсети Икс. Днепро стал хабом для многих бизнесменов, которые вынужденно покинули дома из-за российской оккупации или постоянных обстрелов путинской армии. Кто-то успел вывести часть оборудования и техники, кто-то уезжал с пустыми руками. И все же переезд не остановил украинских предпринимателей. Они начали восстанавливать свое дело на новом месте. Истории релокации украинского бизнеса. Далее в сюжете. Свой небольшой бизнес, разработку дизайна сайтов и печатной продукции Артем Кретинин начинал еще в Донецке. В 2014 году переехал в Днепро, успев взять с собой часть оборудования. А затем подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Его дело продолжали сотрудники. После окончания контракта мужчина решил расширить бизнес и подал документы на грант от международной организации. Это был маленький грант. Это был маленький грант. Всего полторы тысячи евро. На эти деньги я тогда купил МФУ, ноутбук и монитор. И так начал свой бизнес. С началом полномасштабной войны Артема мобилизовали в Нацгвардию. Бизнес пришлось приостановить. Находясь на позициях в Донецкой области, начал получать заказы от бывших клиентов. Продолжать дело взялась жена. Было нелегко учиться по телефону, когда ты вообще ничего не знаешь. Просто он меня обучал. Вот так вот у меня получается... Есть какой-то там вопрос, да. Я ему делаю скрин, отправляю. Он мне говорит, сделай так-то, так-то. В 2023 году Артем получил тяжелое ранение. Долго реабилитировался. Но от своего дела не отказался. Получил грант по программе для ветеранов и релацированного бизнеса. На эти деньги купил печатный станок, о котором долго мечтал. Печатаем правный листик, смотрим. Если по качеству печати все подходит, печатаем тираж. Арина свой бизнес в Днепро перевезла из Краматорска. Там был маленький цех по пошиву женской одежды, который открыли еще в 2000 году. После начала полномасштабной войны часть оборудования перевезли в Днепро. По новой собрали коллектив. Сейчас он состоит в большинстве из тех, кто с нами работал до полномасштабного вторжения. Но и много новых девочек к нам присоединились. Для удобной адаптации в городе регулярно проводят фестивали для эвакуировавшихся бизнесменов. Мы должны победить в войне, и это очень важно. И этим занимаются вооруженные силы. Но еще одна важная задача – сохранить людей здесь. Сохранить их дух, сохранить их экономическую активность. И именно поэтому делаем этот фестиваль. Второй фестиваль для бизнесменов, который перевезли свое дело в Днепро, собрал полсотни предпринимателей. Они говорят, верят и надеются, что обязательно вернутся домой, когда их города будут освобождены от российской армии. И к другим важным темам дня. Министр обороны США Ллойд Остин просит страны, которые имеют зенитные ракетные комплексы «Патриот», передать их Украине. Глава Пентагона напомнил о последнем заседании контактной группы «Рамштайн», которая была сосредоточена на вопросе противовоздушной обороны Украины, и заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с союзниками по этому поводу. Отмечу, что в Европе батареи «Патриот» имеют, в частности, Испания, Греция, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция. Новую партию военной поддержки Украины утвердило правительство Латвии. Рига передаст зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения. Как подчеркнула премьер-министр страны, Латвия выделяет на помощь Украине около четверти своего годового ВВП. Правительство утвердило передачу зенитных пушек NBC, тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для вооруженных сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные возможности Украины. Эвика Силиня, премьер-министр Латвии в соцсети «Икс». А еще правительство Германии отчиталось об очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли средства противовоздушной обороны, снаряды и бронетехника. Берлин передал Киеву 10 боевых машин пехоты «Мардер», боеприпасы для танков «Леопард-2» и 7,5 тысяч снарядов для полевых орудий и гаубиц. Также ВСУ получили новый зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию воздушного наблюдения, боеприпасы к установкам «Гепард» и ракеты для системы ПВО «Аристи». И это еще далеко не все. Полный перечень помощи на ваших экранах. Летом прошлого года украинские пограничники впервые пересекли Днепр и закрепились на левом берегу Херсонской области. Тогда это был небольшой кусочек земли под Антоновским мостом. Российские военные понимали значение плацдарма, поэтому всеми силами пытались выбить украинских защитников с занятого участка. Впрочем, бойцы ВСУ не только не отошли, но и продолжили движение вперед. О первых шагах на левом берегу Днепра далее из первых уст. После освобождения Херсона в ноябре 2022-го российские оккупационные войска отошли на левый берег Днепра. Убегая, уничтожили за собой всевозможные переправы и начали беспощадно обстреливать дооккупированные территории. Тогда силы обороны начали прорабатывать операции по переброске военных на противоположный берег бойцов. Чтобы не допустить форсирования, россияне совершили очередное военное преступление. Подорвали плотину на Каховской ГЭС. Но и коварство российских оккупационных войск не остановило украинских военных. Появились новые сценарии. И одними из первых на левый берег Херсонской области попали пограничники. Сначала это был небольшой пизачок под Антоновским мостом. Когда взорвали плотину, тогда мул пошел и было более опасно в такие моменты. Потому что когда заминированные поля в воде, и оно все поплыло. И теперь никто не знает, где те мины лежат и как они будут срабатывать. Пока оно все сохло. Было очень тяжело. Было болото фактически по колено, по пояс. И вылазит и на острова, и на левый берег. Было очень проблематично. Но несмотря на все созданные российскими оккупантами проблемы, украинские военные начали рейды на левобережье. Приезжаешь, садишься в лодку и идешь. Все. По Днепру до точки высадки. В тот раз мы шли, по-моему, полчаса сорок минут мы шли от точки до точки. Сложного ничего. Идешь, идешь, не ты рулишь. Ты только сидишь и думаешь, чтобы не прилетела вода. Броник всегда держишь расстегнутый на всякий пожарный. Почему? Ну, потому что плавать без броника легче, чем с броником. Самое сложное – это пересилить себя, чтобы сесть в лодку. Это самое страшное. В первую секунду выхода из лодки я просто делаю первый шаг. И рядом падает снаряд. И я после этого ничего уже не понимаю, потому что у меня шок. И уже все ты делаешь по инерции. Ты знаешь, что тебе нужно схватить рюкзак, БК, оружие и бежать. Россияне стреляли из всего, что только имели на вооружении. В небе постоянно дежурили вражеские разведдроны. Очень важно было закрепиться, говорят военные. Это уже в последующей ротации. Метр за метром продвигались, брали новые позиции и передавали коллегам. Так сказать, из рук в руки. Антоновский мост, наверное, было самое сложное на левом берегу, что я застал. Не из приятных была ситуация. Не очень приятные дни были. Переправлялись, уже работала по нам арта. В воду ложились снаряды. Позиции были, по сути, импровизированные, говорят военные. В большинстве случаев ротация на левый берег под обстрелами. Это была смертельная лотерея. Вот, перед нами. Тихо, еще один. Снаряды противника ложились в считанных метрах, говорит военный с позывным «Бурбон». Спасали бетонные сооружения. Только выстрелы танков насчитали полторы сотни за день. Пять метров, четыре метра прилетало за спиной. Это от танка. Это же самое близкое, что у них получалось, типа, зарезать угол. Но все равно. За счет того, что он ложился в плиту, в кубики бетонные, рассеивался удар дальше туда, прямо от нас, в сторону Днепра. Глушило сильно и посыпало осколками горячими. А долетать, ну, нет. 50 метров от нас. У***ьте, еб***ь. Внизу. Внизу. Пограничники говорят, что пережили тогда, в памяти останется на всю жизнь. Смешанное чувство страха, адреналина и желание освободить украинскую землю от захватчиков. Ну, это незабываемо. Ну, типа, эта фигня останется на всю жизнь. Просто как опыт. Сегодня военнослужащие Государственной пограничной службы продолжают ротации на Левом берегу вместе с другими подразделениями сил обороны. Но именно благодаря смелости и отваге пограничников украинским бойцам удалось зацепиться и начать подготовку к расширению плацдарма для дальнейшего освобождения всей территории Херсонской области. По-прежнему напряженной остается ситуация на передовой. Российские захватчики увеличивают количество штурмов. За последние сутки их было около сотни. При этом значимых результатов российская армия не добивается. Подробнее о ситуации на фронте далее в сводке генерального штаба ВСУ. В Украине создали третью боевую бригаду Государственной пограничной службы Украины «ГАРД». Она уже усиливает силы обороны на восточных рубежах, сообщают в Министерстве внутренних дел. В то же время силы спецоперации ВСУ с помощью дронов поразили два российских зенитно-ракетных комплекса «БУК» во время разведки на Сумском направлении. Один из них был на пусковой позиции, второй прибыл после украинского удара для эвакуации первого. 96 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб вооруженных сил Украины. Также россияне усилили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях и прикрываются авиацией. Основными направлениями атаки российской наступление будет все-таки Донецкая область в районе, опять же, на Часевьяр-Костантиневку-Дружки в Краматорске и со стороны Абивки в сторону Покровска. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов Часов-Яр, Андреевку, Архангельское и Новопокровское Донецкой области. Украинские защитники удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. Прошедшие сутки в операционной зоне сил обороны Юга прошли в контрбатарейном противостоянии и отражении российских штурмов, ведь захватчики не оставляли попыток выбить украинские подразделения с занятых позиций. Успеха противник не достиг. Неспокойно российским оккупантам и в Крыму во время атаки на Крымский полуостров под удар попал не только аэродром в Джанкое. Взрывы раздавались и в других частях региона, выяснили украинские партизаны. В частности, громко было в Геническом и Красногвардейском районах, а также в Симферополе. Сегодня ночью в Крыму действительно было жарко. Наши агенты среди военных, вооруженных сил Российской Федерации сообщают о пяти ударах по аэродрому Джанкой. Сообщают о многих раненых и ликвидированных оккупантах. Был осуществлен комбинированный удар БПЛА и ракет по военным объектам. Работаем над тем, чтобы добыть более детальную информацию. И сообщения партизанского движения «АТЭШ». В свою очередь в британской разведке отметили работу украинских дронов по российской авиабазе «Кущевская». По их данным, на авиабазе расположен ряд российских самолетов, в том числе Су-34 и Су-35. На кадрах видно, как несколько комплектов планирующих бомб уничтожены. Это снизит возможности российской авиации наносить удары по линии фронта. Подчеркнули в Минобороны в Великобритании. Спасность Украины, нанести ущерб российской тактической авиации, особенно использованию планирующих бомб, является ключом к более широкой обороне линии фронта. Этот успешный удар, вероятно, приведет к дальнейшему рассредоточению российских самолетов, а также к перераспределению средств ПВО для устранения брешей. Из сообщения Министерства обороны Великобритании. И таких ударов будет больше, прогнозируют эксперты. Следствие того, что Россия является государством агрессора, исходя из международных норм и правил, мы имеем полное право атаковать все цели, которые помогают россиянам в них агрессии, на территории России. Сейчас, как видим, это трагивает около 3000 километров. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 468 тысяч военных. За сутки были ликвидированы еще 1250 российских оккупантов. Также силы обороны Украины сбили три БПЛА и две ракеты противника. Уничтожили 22 танка, 39 боевых бронемашин, 26 артсистем, 2 РСЗО и одну систему ПВО. Ситуация на фронте, поставки и производство оружия и поддержка западных партнеров. В частности, об этом в своем вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский. Подробнее в прямой речи президента. На протяжении дня было много совещаний на военную тематику по поводу ситуации на фронте, наступательных действий оккупанта и наших действий. И для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач. Был доклад главкома Александра Сырского. Еще обсудили с министром обороны Рустамом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами. Нам нужно существенное ускорение снабжения, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов. На фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша украинская инициатива. ПВО, наша артиллерия, наши дроны. Частично мы это решаем благодаря нашему производству и каждому и каждой, кто помогает силам обороны. Особых результатов удалось достичь в отношении дронов. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради этого, кто производит дроны, кто тренирует операторов, поставляет все необходимое. Я благодарю каждого из партнеров, кто в настоящее время делает действительно все, что может, чтобы укрепить наши позиции. Очень рассчитываем на оперативность поставок от Соединенных Штатов. Это поставки, которые должны ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта, в их страхе базироваться где угодно на оккупированной территории. Украина имеет полное право уничтожить Керченский мост. Об этом в эфире телеканала Freedom заявил начальник Центра стратегических коммуникаций сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, средства для такого удара Украине уже дают. Однако уничтожить такую конструкцию непросто. Плетенчук отметил, что россияне усилили противовоздушную оборону в этом районе, однако не могут защищаться с моря. Технический мост непригоден для логистики, в то же время он является символом имперскости России. И его уничтожение станет ударом не только по имиджу РФ, но и по настроениям на временно оккупированных территориях. Данный объект построен в территориальных водах Украины. Это 12-мильная зона от берега. То есть построено это на нашей территории. Согласно международного права, территориальные воды являются такой же суверенной территорией, как и непосредственно сухопутная часть территории любой страны. Поэтому только Украина имеет право решать, насколько это законно или незаконно, и никто другой. Украина уже получила часть оружия из нового пакета американской помощи, объявленного на прошлой неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Вместе с тем в администрации президента США не стали раскрывать деталей, ведь речь идет о вопросах оперативной безопасности. В Вашингтоне лишь отметили, что поставленное вооружение поможет украинским военным на фронте. Рассмотрение грузинским парламентом законопроекта об иноагентах встревожило конгрессменов Соединенных Штатов. Как выразились председатели комитета группы друзей Грузии Джерри Конноли и Остин Скотт, документ очень похож на путинский антидемократический инструмент. Американские политики призвали власти Грузии отреагировать на мнение гражданского общества и не ограничивать его свободы. Путин использовал российский закон об иноагентах для серьезного ограничения свободы слова, искоренения российского гражданского общества и дальнейшего укрепления своего жестокого диктаторского правления. Для Грузии демократического партнера США, которая получила статус кандидата в ЕС, невероятно тревожно вводить законодательство, похожее на антидемократический инструмент Путина. Из совместного заявления конгрессменов США Джерри Конноли и Остина Скотта. Тем временем в Грузии возобновились протесты. В центре Тбилиси вновь проходит акция против закона об иноагентах. Сегодня законопроект был вынесен на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии во втором чтении. Представители неправительственного сектора, гражданские активисты, оппозиция и молодежные организации перекрыли центральный проспект. Сообщают, что полиция уже начала задержание протестующих. Спецназ применяет слезоточивый газ. Впервые с начала полномасштабного вторжения России Украину посетила представительница королевской семьи Великобритании, герцогиня Эдинбургская Софи. Как отметили в Букингемском дворце, она приехала, чтобы продемонстрировать солидарность с пострадавшими от войны. В Киеве герцогиня встретилась с президентом Владимиром Зеленским, а также с первой леди Еленой Зеленской и передала им частное послание от британского короля Чарльза Третьего. Также Софи встретилась с внутренними переселенцами и побывала в Буче на месте массового захоронения жертв российской оккупации. Документирование преступлений чрезвычайно важно. И мне было очень приятно видеть, какая здесь проведена работа. И это все еще на ранней стадии, но это замечательно. И я рада, что британское правительство поддерживает эти гуманитарные усилия, потому что это действительно важно. Таллин передал Киеву 274 археологических артефакта разных эпох, которые несколько лет назад пытались незаконно перевезти из России в Эстонию. Среди них скифские украшения, золотые изделия с драгоценными камнями, а также монеты византийских императоров. В X и XI веках они были распространены почти на всей территории современной Украины. Теперь эти предметы возвращаются на свою историческую родину. А вот как эстонским пограничникам удалось обнаружить украденные ценности, рассказали в украинском дипломатическом ведомстве. Его остановили на российско-эстонской границе. Это был обычный трак, большой фургон, за рулем которого был гражданин Латвии. Гражданин пытался перевезти 7 килограмм сырого мяса, и поскольку мясо сырое запрещено для въезда в Эстонию, эту машину остановили на такую детальную проверку, и благодаря этому мы имеем эту коллекцию здесь. Эстонцы сделали очень много для этой коллекции. Эстония поддерживала и будет поддерживать Украину абсолютно по всем направлениям – политически, экономически, в военной сфере – столько, сколько потребуется. Исторический день в том смысле, что артефакты, принадлежащие Украине, проделали долгий путь и, наконец, вернулись домой. Эти артефакты являются свидетельством украинской культуры и украинской идентичности. История эвакуации 98-летней жительницы Очеретина, где проходят активные боевые действия, потрясла всю страну. Не дожидаясь российской оккупации, под обстрелами пенсионерка пешком прошла 10 километров. Подробнее об отважной украинке расскажет Алена Грамова. А сколько вам лет? А сколько вдали? Не знаю. Не знаю, 18. 98. Лидия Степановна – жительница посёлка Очеретина. Сейчас это одна из самых горячих точек на карте Донецкой области. Активные боевые действия здесь длятся уже несколько недель. Но такого ужаса, говорит пенсионерка, она не видела даже во времена Второй мировой войны. Вот та война. Та война такой не была. Я же видела ту войну. Ни один дом не сгорел. А сейчас сгорят. Вспоминать свой маршрут женщине тяжело. На пути она видела лишь разбитые российской авиацией дома и вырванные с корнями ударной волной деревья. С несколькими остановками на сон и отдых за день Лидия Степановна прошла 10 километров. Я пошатнула меня. Как пошатнула меня и бросила в траву. Легла, заснула, немного поспать попыталась. И пошла. Обессиленную, но отважную жительницу Очеретина на дороге увидели украинские военные. Та бабуся шла пешкой. Эта бабушка шла пешком, опираясь на обычную деревянную палку. И уже когда на дороге ее увидели украинские военные, они сконтактировались с экипажем Белых Ангелов, которые вывезли ее в безопасное место. Поселок Очеретина, который находится недалеко от Авдеевки, уже уничтожен российскими войсками на 80%. На улицах идут бои. Доставлять продовольствие и проводить эвакуацию из той части, которая контролируется украинскими войсками, практически невозможно. Здесь, как и в соседней Авдеевке, под завалами лежат погибшие, которых ранее уговаривали эвакуироваться. К сожалению, такие случаи есть в самом Очеретина. Шесть человек завалило в многоквартирном доме, и мы не смогли их достать. Это произошло как раз до активной фазы в Очеретина. И на сегодняшний день они, к сожалению, находятся там, под завалами. Со слов главы военной администрации, сейчас в Очеретина остается чуть более двух сотен человек. Большинство из них – это люди пенсионного возраста.